Всем привет, меня зовут Денис, я работаю в компании GridGain и сегодня мы с вами будем говорить о распределенных вычислениях в Apache Ignite и в целом посмотрим, в чем заключаются распределенные вычисления, чем они отличаются от работы с одним узлом, если вычисления не распределены, какие есть подходы, приемы, в какой парадигме выполняются эти вычисления. И рассмотрим некоторые примеры. У нас будет следующий план. Сначала посмотрим на то, какое традиционное представление о базах данных, какой традиционный подход к работе с данными и рассмотрим, какие есть преимущества, недостатки, почему нам вообще нужны распределенные вычисления. Ну и потом перейдем уже к рассмотрению распределенных вычислений, рассмотрим базовые подходы, такие как отправки вычислений к данному вместо данных к вычислению, посмотрим, как распределять данные в кластере так, чтобы спроектировать вычисления оптимальным образом, чтобы они занимали как можно меньше времени. Посмотрим, что такое MapReduce и как он устроен в Apache Ignite. Разберемся, как развертывать код у нас в кластере, потому что это такая нетривиальная задача доставить логику на весь кластер, если он у вас большой. Посмотрим, как можно оптимальным образом работать с данными внутри задач, производящих вычисления и перейдем к SQL, посмотрим, как сделать его распределенным, потому что если вы переходите от одного узла к многим, SQL во многих случаях перестает работать. И вот мы посмотрим, какой подход существует в Apache Ignite и как он связан с распределенными вычислениями. Давайте начнем с традиционного взгляда на базу данных, посмотрим, какие существуют подходы, какие традиционные подходы сложились. Существует такая модель взаимодействия между компонентами в системе, называется она Model View Presenter. У нас фронтенд выступает в качестве View, бэкэнд – это презентер, который коммуницирует между фронтендом и базой данных, ну и модель хранится в базе данных. Таким образом, база данных лежит в отдельном слое, и данные запрашиваются у этой базы с бэкэнда, данные пересылаются к месту, где происходит вычисление, и потом результат отдается на фронтенд. И вот такое взаимодействие происходит, что логика находится в одном и том же месте, а данные ходят либо по сети, или передаются между процессами. То есть логика взаимодействия, так что отправляется запрос в базу, оттуда выкачиваются данные и используются в том месте, где логика. Какие тут могут быть проблемы? Если у вас хранилище находится на одном узле, вы можете заметить, что это часто узкое место во многих системах. Если у вас присутствует диск в системе, то это зачастую самое медленное место, то есть оно образует узкое горлышко. Если система начинает расти, количество запросов растет, то вы можете заметить, что все части системы функционируют нормально, быстро, но утыкаются в месте доступа к базе, потому что объемы могут вырасти, и вы получите долгую работу с данными. Как с этим можно бороться? Тут можно взять просто вот это хранилище и сделать его распределенным, так как узкое место – это база, можно его просто шардировать, базу шардировать и работать с хранилищем как с распределенной системой. То есть место, где происходит логика, оно останется одно, то есть никакая логика не поменяется, просто данные будут распределены на несколько узлов. И, собственно, если мы будем видеть, что какие-то проблемы с хранилищем, мы просто пойдем и добавим больше узлов в наше хранилище. Но со временем можем заметить, что одним хранилищем тут может дело не обойтись, потому что узкое место может образоваться не только на уровне хранения данных, но и там, где происходит логика. И эту проблему уже так просто решить не получится. Тут есть пути решения такие. Либо вы покупаете лучше железо, вы покупаете лучше процессор, больше памяти ставите, то есть как-то улучшаете эту машину, которая производит вам вычисления. Но в какой-то момент, если у вас произойдет какой-то невероятный рост посещаемости вашего ресурса, вы можете заметить, что вы уперлись в какой-то потолок, в какой-то предел, и уже не существует просто такого железа, которое позволит вам обработать так много запросов. Поэтому тут нужно какое-то более радикальное, качественно другое решение для того, чтобы продолжить скалировать вашу систему. Да, и здесь один узел, он не может постоянно расти, и он всегда будет подключен к какому-то одному узлу в базе данных, который уже будет распределять нагрузку. То есть здесь тоже требуется какое-то распределение, то есть потенциально одному узлу, к которому подключен узел с логикой, ему тоже может стать нехорошо. То есть там тоже какой-то лоу-балансер требуется или что-то такое. Вот, поэтому более правильным способом дальше продолжить развитие вашей системы будет распределение ваших вычислений так же, как и данных. И в целом любой большой сервис, он состоит не только из большого количества узлов, которые хранят данные, но и узлов с логикой так же. Это десятки, сотни тысяч машин, которые проделывают и ту, и другую работу. Вот, давайте посмотрим, какие существуют подходы и как вообще к этой задаче подходить. Как сделать наше вычисление распределенное, не только данные, но и вычисления. Собственно, с точки зрения презентации, мы просто берем и вот эти вот процессоры переносим к узлам. Кажется просто. Но здесь есть много подводных камней, о которых мы дальше и поговорим. Если мы распределяем наше вычисление по многим узлам, то мы видим, что у нас логика теперь находится не в отдельном слое, а она переезжает к нашим данным. То есть нам не нужно на самом деле передавать данные через сеть, через какой-то сетевой канал, а у нас логика прямо находится там же, где данные. То есть нету того огромного трафика, который требовался при традиционном подходе. Здесь мы просто можем передать какой-то запрос на исполнение на узел, где находится вычисление, и там уже локально работать с данными, которые там хранятся. Также нагрузка у нас будет распределяться равномерно между получившимися узлами. То есть не будет одной машины, которая страдает от того, что получает слишком много запросов, а остальные не работают. Нет, у нас получится так, что если мы правильно распределим нагрузку данной, то получится, что все узлы получают равномерное количество работы. Ну и, собственно, если вы видите, что узлы начинают не справляться, то просто добавляете больше узлов, и система масштабируется. Но это при правильном проектировании вашей системы. Тут, как я говорил, есть много вопросов и подобных камней. Как же спроектировать хорошую распределенную систему, сделать вычисления так, чтобы они хорошо оскалировались и масштабировались? Вот, собственно, такие вопросы. Как это все реализовать? Как сделать вычисления распределенными? Как распределить нагрузку? Также вопрос. Если у вас данные находятся на разных узлах, и вам в рамках одного запроса нужно каким-то образом запросить данные из разных узлов, то это тоже такая задача на распределенное получение данных. То есть в рамках одного вычисления нужно как-то ходить на разные узлы и оттуда эти данные забрать. То есть это тоже такой вопрос. И если код меняется, то есть если логика вычисления меняется, то надо как-то динамически его обновлять. Это тоже такая тривиальная задача. Если у вас много узлов, то есть вручную это делать не всегда удобно. И для этого тоже нужны какие-то подходы. Потому что если об этом не подумать, то это может стать серьезной проблемой. В общем, давайте рассматривать проблему по очереди. Начнем с того, как реализовать распределение нагрузки и распределение данных. Есть в Apache Ignite такая вещь, как Affinity Function. И она отвечает как раз за распределение данных в кластере. В качестве входа она принимает ключ. То есть если у вас, мы рассматриваем базу как хранилище ключ значения, то на вход принимается ключ, а на выход она дает идентификатор узла, на котором этот ключ должен храниться. И вы можете по ключу понять, какой узел отвечает за этот ключ. Собственно, она отвечает за распределение данных по кластеру. И если у вас есть какие-то вычисления, связанные с этим ключом, вы можете направить эти вычисления к соответствующим данным и провести вычисления там. То есть эта вещь может быть использована не только для внутреннего функционирования системы, но и внешним пользователям для того, чтобы правильно устраивать вычисления в кластере. Здесь возникает вопрос, для чего она нужна. Можно настроить Affinity функцию таким образом, чтобы связанные данные лежали вместе. Это называется коллокация данных в данные. То есть если вы видите, что у вас есть некоторые данные, которые, скорее всего, будут использованы совместно в рамках каких-то запросов. Например, у вас есть список стран и городов в этих странах, то разумно разместить все города внутри одной страны на каком-то одном узле. То есть если у вас есть запрос, который затрагивает все города внутри одной страны, то если они будут доступны, все эти города локально, можно ограничиться работой только с одним узлом, и запросы между узлами, они не потребуются. То есть можно сразу пойти на нужный сервер и там произвести все вычисления. И также есть такое понятие, как коллокация вычислений с данными. Это, собственно, тот случай, когда мы получаем узел, на котором хранятся соответствующие данные. Идем на этот узел, и там уже локально делаем наше вычисление. Вот на схеме справа можете видеть клиентский узел. Сначала идет в Affinity функцию для того, чтобы получить идентификатор узла, на который нужно пойти, и после этого отправляется на соответствующий сервер и там делает работу, где уже лежат нужные для вычисления данные. Эту работу может проделать не только клиентский узел. Вот здесь на схеме изображен клиент. Это просто чаще всего происходит через клиента. Но на самом деле любой сервер тоже может ту же самую логику проделать. То есть такого рода запросы они могут производиться с любого узла. Вот здесь на слайде есть ссылка на документацию. Можете ознакомиться. Там есть примеры использования, примеры коллокации и данных с данными, и вычислений с данными, и какое API существует в Ignite для соответствующей работы. Теперь давайте посмотрим на то, что такое MapReduce. И в целом вообще, что такое MapReduce, это такая парадигма вычислений, такая модель вычислений, для того, чтобы работать с данными, которые распределены по кластеру. То есть если у вас данные недоступны в рамках одного узла, то вам нужно как-то формализовать вашу модель взаимодействия между узлами и сделать некоторый подход, некоторое API для того, чтобы с этим работать. В Apache Ignite модель несколько упрощенная по сравнению с Hadoop, например, где MapReduce состоит из большего количества шагов, или Elasticsearch также имеет у себя свою реализацию MapReduce, то есть такой общий подход к распределенным вычислениям. Вот в Apache Ignite модель несколько упрощена, здесь всего два шага. Есть MapReduce. Собственно, на шаге Map мы отправляем вычисления на узлы, где лежат данные, и там локально производим некоторые вычисления. То есть можно выбрать часть узлов в кластере и отправить туда какие-то локальные вычисления, которые получат промежуточный результат, и потом на удел, который называется Reducer, туда вернутся результаты. То есть узел, который начал вычисление, он же и получит вот эти промежуточные результаты с Map узлов, и там произведет фазу Reduce, то есть он возьмет промежуточные результаты и каким-то образом схлопнет их. То есть если ваши вычисления, ваши задачи уложатся на вот такую модель, то их можно эффективно устроить на кластере. Ну и есть большой класс задач, который можно представить в такой модели. Да, и, собственно, здесь возникает вопрос, что значит отправить задачу на выполнение на какой-то узел. То есть как этот код попадет на узлы, где лежат данные, как устроить развертывание кода на всем этом кластере, если у нас больше одного узла. То есть это часто неудобно делать вручную, но вообще посмотрим, какие подходы для этого есть. Самый простой подход – это взять классы, если мы говорим про Java, в случае Apache Ignite, мы можем взять классы, в которых реализованы наши вычисления, и просто положить класс файлы на класс пасс у узлов Ignite. То есть при старте узла эти классы, эта логика будет просто доступна для работы наших задач. Здесь есть плюсы и минусы. Такая модель довольно проста. То есть мы просто кладем все на класс пасс и запускаем узел. И когда вычисления к нам приходят, у нас уже есть классы локально, нам не нужно никуда идти по сети, получать классы. Это быстро, мы просто не читаем это с диска, и загружаем память и работаем с классом, загруженным из локального хранилища. Но если вам нужно поменять каким-то образом эту логику, если у вас происходит эволюция вашего продукта, вам нужно раскатить новую версию на кластер, то это уже влечет некоторые негативные последствия. Вам придется пойти на кластер, на всех узлах обновить этот класс файл или jar файл и рестартовать все узлы в кластере. Это можно делать по очереди, но суть в том, что это уже будет какое-то негативное воздействие на работоспособность вашей системы. Если, в принципе, у вас есть какое-то окно для работ, то это можно проделать в это окно, но система в это время будет либо недоступна, либо ее доступность будет некоторым образом ограничена. Что в некоторых случаях хочется избежать. Ну и в целом, такая ручная работа, она не всегда удобная. И хочется иметь некоторую автоматизацию, которая на самом деле уже предусмотрена в Apache Ignite. И один из таких вариантов – это peer deployment. В такой схеме вы можете даже не иметь никакую логику на узлах, которые занимаются хранением данных, а просто стартовать их чистыми, заливать туда данные, а на логике на самом деле там никакого не иметь. А логика будет находиться на клиентских узлах, которые будут отправлять запросы на исполнение некоторых задач. И когда узел, который занимается хранением данных, получает запрос на вычисление, он видит, что задача имеет такой класс, которого нет локально, и поэтому запрашивает его у узла, который отправил задачу на вычисление. И этот класс-файл, он может прийти по сети, и он будет использован для дальнейшего работы. Такая схема имеет свои преимущества. Тут локально ничего серверным узлам иметь не нужно. Эти файлы классов, они загружаются по сети. И если требуется какое-то обновление в логике, вам нужно ее обновить только на клиентском узле. То есть рестартует всего один узел, и это можно сделать достаточно быстро, можно иметь несколько клиентских узлов, которые стартуют по очереди. То есть здесь поддержание функционирования системы проще, потому что не нужно рестартовать те узлы, которые занимаются хранением данных. То есть можно хотя бы частично поддерживать функционирование системы. Но, тем не менее, вам клиентские узлы рестартовать нужно. Вот можете по ссылке также почитать про peer-class loading. Это все описано в документации, какое API. На самом деле для этого нужно только включить один флаг конфигурации, и у вас peer-class loading начинает работать. Существует также третий способ развертывания. Это deployment SPI так называемый. Его суть в том, что вы классы храните не на клиенте, не на сервере, а в таком отдельном хранилище, можно сказать, в таком репозитории. Например, вы можете поднять веб-сервер, JET, CAT, что угодно, и отдавать по REST-запросам, по HTTP, файлы классов, которые вы хотите как-то динамически менять и обновлять. То есть объекты, реализация логики, она может содержаться на самом деле уже в таком во внешнем хранилище, где вы можете без рестарта чего-либо просто подменять реализацию, и она будет подхватываться на всех узлах. Здесь есть, собственно, недостаток, то, что возможно падение вашего веб-сервера и дальнейшее обновление не будет доступно, но нужно как-то поддерживать работоспособность этого стороннего веб-сервера, то есть дополнительная работа, дополнительный компонент, который может как-то нас боить, но если вы об этом позаботитесь, то у вас будет меньше необходимости рестартовать узлы в кластере, которые проделывают некоторые вычисления и работают. Вот также можете в документации ознакомиться с тем, как это использовать, как направить. Да, теперь давайте перейдем к тому, каким образом можно работать с данными, если ваши вычисления отправляются по кластеру, по сети, и, собственно, вы отправляете задачу на вычисление куда-то на узел, который занимается хранением данных, и там вы хотите с теми данными поработать. Самый простой способ – это работать с классами модели, с PODGE, то есть для каждого объекта, который у вас находится в базе, в таблице, в кэше, у вас может быть класс модели, вот, допустим, в примере слева, здесь у нас есть класс PERSON, мы можем из кэша взять инстанс этого объекта, как-то поработать с ним просто как с Java объектом, у него будут свои поля, свои методы, и после этого тоже засунуть его обратно в кэш, и таким образом вы просто работаете с объектами, как с обычными Java объектами. Вот здесь очевидный плюс – это то, что это все удобно использовать, вы просто работаете как с Java объектами. Но есть свои недостатки. Например, такой большой недостаток с точки зрения производительности – это то, что каждая операция взятия объекта из кэша – это десериализация, то есть из сериализованного представления вам нужно произвести некоторую работу для того, чтобы из, грубо говоря, массива байтов превратить это представление данных в какой-то Java объект, то есть найти в нем поля, и это все разложить по полям Java объекта. Это занимает время. Каждое взятие объекта из кэша – это десериализация. Каждая вставка в кэш – это обратная сериализация, и это занимает процессорное время. И другой минус – это такая особенность, что если вы внутри задачи compute делаете доступ к объектам кэша, то вы не сможете загрузить по пир-класс-лоудингу объекты, которые вы достаете из этого кэша. Это такая особенность, это недостаток Ignite, который мы планируем починить, но на данный момент вот такой недостаток существует, и, собственно, это тоже нужно иметь в виду. Иногда приходится писать какой-то ручной код, который достает сериализованное представление и уже вручную делает сериализацию. Это не всегда удобно. Но если вы это делаете не внутри compute task, или у вас есть локально доступные классы модели, то есть если вы не загружали объекты задач, но позаботились о том, что классы модели у вас находятся там, где лежат данные, то вы сможете с ними работать при помощи этих классов. Давайте рассмотрим, какие есть альтернативы данному подходу. Есть альтернативы работы напрямую с сериализованным представлением. У Ignite есть интерфейс, который называется binary object, и его можно использовать для того, чтобы напрямую обращаться к полям объекта в сериализованном представлении. Внутри binary object представляет собой просто массив byte, и из него можно откуда-то из середины достать просто объект, не сериализуя полностью весь объект. То есть одно поле можно достать и не обращать внимания на остальную часть. Вот в примере происходит то же самое, что было на предыдущем слайде. То есть мы берем объект типа person, то есть здесь мы даже абстрагируемся от того, какого типа это объект, но мы просто знаем, что это binary object, у которого есть поле age. И мы ему присваиваем значение на единичку больше, например, у человека сегодня день рождения. И можем сконструировать binary object из полученного билдера и засунуть обратно в кэш. Таким образом, у нас не будет того шага в сериализации, как на прошлом слайде. И, собственно, из Java объекта нам, опять же, не нужно сериализовать объект в binary object. То есть здесь с точки зрения производительности мы получаем такой выигрыш. Вот здесь, но также является плюсом то, что нам не нужны уже эти классы модели, то есть нам не надо заботиться о том, как они попадают на узлы, которые производят вычисления. Они просто у нас не нужны. Мы работаем с интерфейсом, который всегда присутствует на каждом узле. И да, мы прям работаем с сериализованным представлением. Но минус в том, что если сравнить, как выглядит код, который работает напрямую с поджек-классами или с binary object, то здесь есть некоторое неудобство, то, что мы получаем поля по имени, и нужна какая-то такая машинерия для того, чтобы превратить объект в билдер, чтобы у него проставить поля, чтобы его обратно представить в binary object. Это все какой-то дополнительный код, где можно допустить ошибку, но есть плюсы, которые, на мой взгляд, перевешивают. С точки зрения производительности, если вы видите, что все упирается в сериализацию, то это один из возможных способов, как можно оптимизировать ваше вычисление. Да, и третий способ работы с данными – это вообще не заморачиваться о том, как представлены объекты. Это используют SQL, потому что SQL сам знает, как ему достать объект, как его представить и как работать с его полями. Ну, а SQL у нас примерно такой же, как в любой реляционной базе данных. И вот, например, тот же самый запрос, и он находит человека с данным идентификатором и присваивает ему значение на иску больше. Вот здесь, как можете заметить, это локальный запрос, он будет работать аналогично тому примеру, который был на двух предыдущих слайдах. Здесь, опять же, класса модель не нужны. И преимущество в том, что можно использовать индексы. Допустим, можно проиндексировать поле age и уже делать запросы не на основании ключа идентификатора, а уже можно найти людей, у которых возраст, допустим, больше, чем заданного предела, и для этого уже будут использованы индексы, которые недоступны в случае использования API ключ значения. Как можете заметить, здесь запрос у нас является локальным, то есть он будет использовать данные только те, которые доступны на узле, где происходит вычисление. Но, как можете догадаться, запросы могут быть не только локальными, и более того, это значение флага local, оно по умолчанию false, то есть по умолчанию запросы не локальные. И давайте посмотрим, как у нас работают SQL-запросы на кластере, если требуется работа с данными, которые распределены на несколько узлов. В общем-то, все происходит точно так же, за исключением того, что вам не нужно писать ту логику мапа и редьюса, как если бы вы сами реализовывали эти задачи. То есть есть те же самые два, две фазы, мап и редьюс, но разница в том, что здесь вы на вход подаете строку запроса, и за вас как бы конструируют задачи и занимаются отправкой этих задач на углы. планировщик, который уже реализован в Ignite. То есть вам не нужно задумываться о том, как сконструировать какую-то задачу, на какие ноды эти задачи отправить. За это вам подумает планировщик. Здесь есть нюансы в том, что если вы хотите использовать join, то вам нужно позаботиться о том, чтобы информация, то есть записи, которые участвуют в join, чтобы они были все доступны локально. Иначе вам придется делать так называемые распределенные join, которые очень сильно влияют на производительность. Поэтому по умолчанию у нас распределенные join отключены. Об этом все можете почитать в документации. И вообще не рекомендуется использовать когда-либо распределенные join, но в простейшем случае у вас есть просто вот эти два шага map и reduce. На шаге map выполняются запросы, которые уже некоторым образом преобразованы планировщиком и построены специально для локального узла. И потом на шаге reduce эти промежуточные результаты некоторым образом комбинируются в некоторый результат. То есть выходом планировщика является два запроса. Один map и другой reduce. То есть одна строка запроса разбивается на две части. И, собственно, по поводу развертывания кода здесь самые лучшие новости. То, что никакого кода развертывать не нужно. Все уже есть в Apache Ignite. И вам все, что нужно, это написать некоторый сиквельный запрос. И он отправится в кластер. Что-то произойдет, некоторый предпочет, и вам вернется результат. Но нужно иметь в виду, что планировщик может выдавать некоторые неоптимальные способы исполнения. И вручную реализовать логику часто бывает более оптимально, чем это вам автоматически сделает планировщик. Давайте теперь посмотрим на некоторую демонстрацию. Я подготовил кластер из трех узлов. Это его выход. Сейчас там ничего не происходит. Я настроил Persistence, поэтому сейчас узлы просто делают чекпоинты по тайм-ауту. И, собственно, все. Там уже есть некоторые предзагруженные данные, но об этом поговорим попозже. И есть проект. Вы его можете найти на GitHub. Ссылку мы тоже пришлем. Здесь, собственно, что мы будем смотреть. Это такая примитивная социальная сеть наподобие Twitter. Здесь можно писать сообщения, можно подписываться на сообщения другого человека и получать некоторый фид. То есть по своим подпискам можно получать сообщения людей, которых ты читаешь. Давайте посмотрим на классы, модели, которые у нас есть, будут использованы в проекте. Есть класс Post. Это сообщение, которое какой-то пользователь написал. Здесь очень много интересного. Есть тут два поля ключ и контент. Собственно, это PostKey будет выступать ключом и контент с назначением. Этот класс мы в кэш-класс не будем. Это просто как объединение двух этих вещей и удобный метод ToString, который нам будет распечатывать содержимое в консоль. Давайте посмотрим на то, что такое PostKey и PostContent. Собственно, PostKey состоит из двух частей. Это некоторый идентификатор уникальный, который будет UID, и идентификатор пользователя. Здесь интересный момент в том, что на этом поле есть аннотация Affinity KeyMapped, и эта аннотация заставляет все объекты с одинаковым User ID находиться на одном и том же узле. То есть, как я уже говорил про коллокацию, если у вас есть посты одного пользователя, то их разумно разместить на одном и том же узле. Как вы можете заметить, у меня нет даже объекта для пользователя, но тем не менее, если объекты имеют один и тот же User ID, то они будут расположены на одном узле. И если бы, соответственно, я еще сделал объект User, и у него был бы некоторый идентификатор, то он также был расположен там же, если бы я использовал User ID в качестве ключа. За обработку этой аннотации Affinity KeyMapped и за распределение данных за это все отвечает Affinity функция, и ее, в принципе, никак дополнительно настраивать не нужно, кроме того, что у нас в классе ключа будет присутствовать вот эта аннотация. Есть еще некоторые нюансы с конфигурацией. Можете в проекте на GitHub посмотреть. Это все находится в Configuration Manager, и сейчас мы подробно на это смотреть не будем. Есть некоторый код, просто это, я считаю, сейчас излишним. Собственно, это класс ключа. Здесь можете видеть аннотации query SQL Field. Это значит, что, собственно, в SQL мы тоже собираемся работать с этим полем, и можно видеть, что у нас также будут присутствовать индексы по этим полям, то есть у нас будет возможность некоторым оптимальным способом работать с индексами, то есть с этими колонками. У нас есть индексация и по Post ID, и по User ID в отдельности. Да, давайте перейдем к контенту. Ну, собственно, контент – это некоторый текст и таймстемп момента, когда пост был создан. Здесь мы сделали индекс для того, чтобы сортировать посты по времени появления, чтобы сортировать и посмотреть только на самые свежие. Чтобы оптимальным способом это увидеть, у нас будет такой древовидный индекс, и мы по нему будем получать самые свежие посты в первую очередь. Да, и также будет объект Subscription. Ну, здесь, собственно, есть такое объединение идентификатора подписчика и аккаунта, наверное, на который он подписан. И здесь мы также это все сколассировали по идентификатору пользователя, который является подписчиком. Да. Самое интересное в проекте происходит в так называемых сервисах. Это не сервисы в понимании Ignite, это просто такие сервисные классы, через которые происходит взаимодействие с данными в системе. Здесь у нас есть несколько интересных методов, например, CreatePost. Он отвечает за то, чтобы создать некоторый пост с указанным идентификатором и текстом. Здесь ничего сложного, мы просто генерируем некоторый ключ и конструируем постки и постконтент, и это все отправляем в кэш, вызываем у кэша метод put, и, собственно, объект поста появляется в кэше. Тут пока ничего сложного. Сложности начинаются здесь, есть метод fetchPosts. Это метод, который получает по указанному идентификатору пользователя все его посты. И лимит нам говорит, сколько постов мы хотим получить. Вот и в результате у нас возвращается список этих постов. Что происходит внутри? Мы берем и вызываем метод, который называется AffinityCall. Он на вход получает название кэша, по которому мы хотим вычислить узел, на который нужно отправить эту задачу. То есть Affinity функция возьмется для того кэша, который указан здесь в качестве параметра. Потому что потенциально у разных кэшей может быть разная Affinity функция. И вот, собственно, мы говорим, для какого кэша мы хотим эту Affinity функцию использовать. Есть также параметр ключа. То есть вот этот ключ, собственно, будет отправлен в Affinity функцию для указанного кэша. То есть мы возьмем Affinity функцию для этого кэша, отправим туда указанный ключ, получим некоторый узел. И на этот узел будет отправлена задача, которая конструируется здесь. То есть это Fetch Content Job. Она отвечает за получение постов для указанного идентификатора. Делает она следующее. Она делает локальный запрос. Вы можете увидеть, что это запрос локальный. И она выбирает информацию об этом посте. И соответствующая таблица фильтрует посты по User ID. То есть выбирает те, которые были указаны в качестве параметра. Вы можете видеть, что параметры у нас передаются в качестве параметра конструктора. И, собственно, это все сортируется по полю Created Timestamp. И все ограничивается каким-то лимитом. Потом происходит некоторая машинария по выполнению этого запроса, по представлению строчек, по переводу представления строчек в объект. В принципе, здесь есть какой-то код, но он просто технически некоторые вещи делает. То есть достает из строчки поля и просто засовывает их в объект модели. И конструирует список постов, которые являются результатом выполнения этой задачи. Вот, собственно, такой запрос, он отправляется на один узел в кластере. И результатом является список постов для указанных пользователей. Потенциально может быть больше одного пользователя указано в качестве параметра. Но для запроса fetch posts, который вы можете здесь видеть, мы просто конструируем список из одного элемента. То есть нам особо неинтересно смотреть на посты многих пользователей. Здесь в данном случае мы используем только один. Вот, еще чуть-чуть сложнее ситуация с fetch fit методом, потому что он получает посты не только для одного пользователя, но для всех, на которые подписан некоторый указанный пользователь. То есть в качестве параметра он принимает пользователя, для которого мы хотим получить все посты, на которые он подписан. И сначала мы идем в subscriptions сервис. Мы сейчас реализацию этого сервиса рассматривать не будем. Там примерно то же самое находится, что и в данном сервисе. Но мы в качестве результата получаем все подписки для указанного пользователя и отправляем на исполнение уже не affinity запрос, а task. А task, она содержит, она генерирует несколько drop. То есть в качестве affinity call мы в качестве параметра передаем drop, а здесь task, она сама имеет некоторую логику по генерации drop. И здесь можно увидеть, что есть те самые методы map и reduce. На фазе map мы, собственно, создаем задачи для того, чтобы отправиться на конечные узлы. Здесь есть некоторая логика по группировке идентификаторов пользователей по узлам. То есть чтобы не отправлять несколько запросов на узлы для группы пользователей, мы просто понимаем, что все данные для определенной группы пользователей находятся на одной ноде, поэтому мы отправим туда один запрос вместо множества. И, собственно, вот здесь происходит такая группировка этих задач по узлам, и потом мы конструируем некоторую коллекцию этих задач. И на фазе reduce, когда мы уже получили промежуточные результаты, мы идем по полученным результатам и конструируем список, который общий для всего запроса, для всего глобального запроса. Потом происходит некоторая сортировка и отделение предела. Это довольно много деталей сейчас может быть. Если вам интересно, можете сесть и медленно разобраться, что здесь конкретно происходит. Но здесь я просто для того, чтобы были примеры разных вариантов использования API Ignite Computer, я просто как можно больше различных способов взаимодействия с кластером перевел. Это можно просто использовать как конспект. И для того, чтобы нам было на что смотреть, я нашел в интернете базу твитов за 2009 год. У меня тут лежит в CSV-шке. Тут, собственно, когда-то в 2009 году прошлись по твиттеру, и для какого-то поднабора аккаунтов собрали данные. И вот здесь есть класс, который занимается выгрузкой этих постов в кластер. Здесь особо ничего интересного не происходит. Мы просто конструируем CSV-ридер, и потом идем по всем запросам в этом файле и засовываем эти запросы в DataStreamer. Вот, собственно, здесь какой-то технический код, который просто выгружает данные из CSV-шки в кластер при помощи DataStreamer. Для того, чтобы это можно было смотреть, есть еще один класс, который, собственно, работает с запросами. И, может, давайте его запустим сейчас, не будем смотреть на детали. То есть это такой консольный клиент для нашей социальной сети. И здесь давайте посмотрим, что у нас доступно. Сейчас там какая-то инициализация происходит. Ну, собственно, нас просят ввести наше имя пользователя. Ну, представимся как Денис. И что мы можем сделать? Мы можем что-нибудь написать. Например, напишем Hello World. И теперь можем пойти на наш аккаунт. И видим, что я уже однажды писал Hello World 2 часа назад. И теперь написал еще раз. Вот, собственно, это те посты, которые у меня доступны в моем аккаунте. Но как теперь понять, какие посты, какие аккаунты мне читать? То есть хочется после того, как у нас есть уже реализация проекта, пойти и ad hoc написать какой-то запрос и понять что-то про нашу систему. Для этого, собственно, существуют сиквельные запросы. И здесь мы можем взять какой-нибудь инструмент для работы с базами данных. Например, Dbiver может работать с Apache Ignite. И он уже подключен к хранилищу, с которым я работаю в основном проекте. И, например, вот у меня есть подготовленные запросы. Один из них просто смотрит, сколько у меня есть постов в базе. Ну, вот, можно видеть, что там 835 тысяч постов сохранено в базе. И они все распределены по кластеру, по трем узлам. Чуть более сложный запрос. Он идет тоже по таблице постов. И смотрит на то, для какого пользователя больше всего постов. То есть я здесь делаю группировку по User ID, сортирую по количеству постов, которые у меня считаются как каунт внутри этой группы. и смотрю на самые популярные аккаунты, которые имеют больше всего постов. Это уже чуть более тяжелый запрос, поэтому он займет некоторое время. Но посчиталось, что есть там какая-то статистика. Мы можем взять какой-нибудь из этих аккаунтов и взять на него подписаться. Так как у нас есть функционал подписки, можно сказать... Ну, сначала давайте посмотрим, что у него там за посты. Ну, выглядит, наверное, интересно, поэтому давайте подпишемся. Нам говорят, что окей, подписались. И, я не знаю, может быть, еще какие-нибудь аккаунты. Давайте посмотрим, что у нас Ксения писала. Вот, что-то он нам писал. Он писал, поэтому давайте тоже подпишемся. Вот, мы, собственно, создали какие-то подписки. Теперь та часть, которая у нас была в реализации сервисов постов, самая интересная, где была таска, которая отправляла задачи на разные узлы и потом комбинировала эти результаты на начальном узле. И, собственно, это мы используем для того, чтобы получить фид. Давайте запустим фид и увидим, что мы получили посты пользователей, на которых мы, собственно, подписались. Вот сначала идут посты Ксении, потому что они чуть более свежие, на 11 лет свежее, чем предыдущие. Ну, и потом вот этого неизвестного человека из Твиттера. Также можно на самих себя подписаться. И увидим, что в нашем фиде стало больше данных. Ну, и таким образом, один запрос на получение фида, он на самом деле отправляет задачу на вычисление в кластер, потенциально на несколько узлов. То есть выполняется такая MapReduce задача, которая потом комбинируется в один результат и выдается в качестве этого списка. И если нам вдруг захотелось поменять реализацию, то есть мы нашли какой-то баг, или мы захотели почему-то, например, выводить не 10 постов, которые у меня здесь захардкожены в коде, а 5 и вообще сортировать это все не по выбыванию таймстэмпа, а по возрастанию зачем-то, то это можно просто пойти в реализацию и здесь это все поменять. Вот если тут на вскидку сказать, то это все должно происходить в методе Reduce. Здесь просто в компараторе меняем знак для сортировки таймстэмпа. И здесь получается на шаге Map мы будем не по убыванию, а по возрастанию сортировать для того, чтобы взять лимит. Ну и таким образом у нас получится сначала не самые свежие, а самые старые посты и только 5 вместо 10. У меня в кластере настроен пирклослоудинг, поэтому эти задачи, они будут обновлены и отправлены в кластер заново. Давайте рестартуем наш узел клиентский и посмотрим, что произошло и правда ли сейчас все обновится. Будем надеяться, что обновится. Вот снова представимся как Денис. И вот видим, что у нас на самом деле теперь вместо 10 постов у нас теперь только 5. И идет сначала апрельский, потом майский, и при этом майские Дени идут по возрастанию. Вот, собственно, этот проект у меня доступен на GitHub. В GitHub можете заходить, смотреть на примеры использования компьютера. Там, наверное, много чего можно интересного совместно с документацией найти. На этом у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Вот здесь есть ссылка на GitHub и на базу данных, которые я использовал в рамках презентации. Там можно найти тот CSV-файл с цветами. Вот, спасибо. Большое спасибо, Денис. Вопросы какие-то? Да, у нас есть уже первый вопрос. Можно ли по binary object получить его JSON-представление? Только метод toString или есть еще способ? Интересуется, Владимир. Не уверен, что toString вам даст JSON-представление. Но для этого, видимо, вам нужно будет написать какой-то код, который вам венерирует JSON. Я думаю, что это не очень будет сложно. Это кажется довольно простой задачей по binary, что сделать в string. Но кажется, просто этого нет в API, потому что это не очень популярная такая задача. Еще один вопрос от Ильи. Добрый день. Планируется ли добавление peer-class loading для тонкого клиента? Peer-class loading для тонкого клиента, скорее всего, добавляться не будет, потому что протокол тонкого клиента не предполагает такого. И это в целом довольно сомнительная вещь с точки зрения безопасности. Потому что тонкий клиент, он такой, менее инвазивный. И по протоколу тонкого клиента передавать классы, то есть какой-то код, который будет исполняться в кластере, это несколько идет в разряд с текущими сложившимися взглядами на то, что должен выполнять тонкий клиент. То есть кажется, что тонкие клиенты можно сделать в каких-то приложениях, которые будут уже у конечных пользователей. Если они получат возможность загружать код прямо в кластер, то это очень небезопасно. То есть можно какой угодно код загрузить в кластер. Это, в принципе, нужно иметь в виду при разработке и с использованием толстых клиентов тоже. Потому что это такая вещь. То есть толстые клиенты не разрабатывались для того, чтобы у конечных пользователей эти толстые клиенты находились. Это такая вещь. Скорее они могут быть использованы в качестве load balancer, нежели каких-то таких точек доступа в кластер. Вопрос от Рустама. Если в кластере одновременно запущено два клиента с разными версиями одного задания, класса задания, то возможно ли конфликты при работе? Да, есть такой момент. Есть версионирование классов задач. Ну, в целом, если вот работать через тот подход, который предполагает выгрузку из стороннего хранилища, то таких конфликтов быть не должно. Но есть разные режимы работы пир-класс-лоудинга, который, там есть режим, называется isolated. Он позволяет разные реализации логики иметь одновременно в кластер. Разные запросы, отправленные с разных узлов, будут использовать разные классы. То есть у нас не будет один диплоймент класса использоваться для работы с разными клиентскими узлами.